друзья здравствуйте меня зовут наталья вы на канале прогулки по харькову сегодня немного прогуляемся по одному из скверов харькова я вам покажу нашу красоту и сегодня мы идем есть окрошку в известное харьковское кафе буфет это место знают все харьковчане молодежь особенно потому что там очень вкусная крошка и очень вкусная пицца в харькове уже жара немножко спала прохладный воздух лето оказывается очень короткое чувствуется то что скоро будет осень уже ночи более холодные но по такой погоде очень приятно гулять опять же потому что не жарко у нас много скверов скверы довольно красивые ухожены видите как здесь газон такой красивый зеленый дальше был фонтан сейчас он скорее всего не работает вот но до войны было просто место шикарнейшие том числе и сейчас тоже вот видите можно просто прийти посидеть отдохнуть на скамеечках это фонтан который не работает да классное место вот но мы идем сейчас дальше перейдем через дорогу и я вам покажу наш харьковский буфет кроме буфета здесь есть еще одну как немножко дальше потом конце сквера детская площадка вот можем потом просто погулять отдохнуть насладиться харьковом теплыми деньками и конечно получить от этой прогулки массу удовольствия в начале этой аллеи стоит пиццерия есть столики внутри есть на улице конечно сейчас намного приятнее есть пиццу на улице вот видите фонтан сейчас не работает здесь воды никакой нет вот обычно много посетителей здесь приятно отдыхать вот ходит девушка официантка люди сидят кушают я вам покажу здесь видите как так это просто пиццерия вот но мы идем дальше а вон там фонтан работает но опять же вода течет не в полную силу вот чуть-чуть она течет но посмотрим все равно а слева небольшое здание это и есть буфет весной здесь было много дюльпанов сейчас клубы конечно как-то мне такой вид немножко не ухоженный я бы сказала обычно у нас клубы более шикарные но здесь вот так вот вода есть все равно красиво и приятно я была в этом месте всего один раз подругой олей вы ее знаете те кто меня смотрит постоянно вот но я тогда ела жаркое и ела пиццу очень понравилось а оля брала окрошку теперь я хочу окрошку съесть вот поэтому пришла сегодня сюда взяла окрошку с собой буду есть прямо возле фонтана окрошка 65 и 3 гривны кусочек хлеба так ну что разворачиваем смотрим что здесь внутри я не снимала потому что много людей не хотела смущать обычно мы людям возмущаются как-то ну да снимать некорректно поэтому я просто вот заказала и вышла вот ну открою покажу сейчас мне дали ложечку вот такую так что здесь смотрите мясо куриное картошечка яички зелень вот но довольно вкусно пахнет пахнет окрошкой обслуживает очень быстро три девушки за кассой прямо мгновенно обслуживают те кто ждет свою еду подогретую но стоять ждут да вот по-быстрому из холодильника салатик или окрошка так раз достали вышло все в общем неприятного аппетита кстати вот напротив мужчина он тоже ел окрошку уже доел так что я одна буду есть окрошку на улице окрошка шикарная знаете почему потому что здесь много мяса и они мясо порезано большими кусками покажу курица грудинка вот и правда вкусно очень вкусно тут кстати голуби ко мне пришли и оса летает на еду сходятся все животные то усы то голуби наверное дам кусочек хлеба ну вот мои друзья дала хлеба немного сразу все голуби светились сюда напротив двое мужчин взяли большой набор еды вот им дали такие корзиночки картонные бумажные вот сидят тут тоже кушают видите как буфет так смачно так швидко я добавила еще недорого есть еще столики прямо возле входа стоя можно покушать но можно как я сидя мне понравилось очень я бы хотела чтобы мои зрители написали что вы ели в этом кафе в этом буфете что понравилось что нет вот я получила массу удовольствия давайте еще немножко прогуляемся по этой аллее опять же масса голубей тут кстати есть туалет напоминаю кто не знает возможно с харьки в каждом парке есть туалеты они бесплатные и очень очень чистые аккуратные ну просто высшего класса идемте дальше если я не ошибаюсь за дорога есть детская площадка и где-то в конце аллеи площадка для выгула собак мы гуляем смотрим любуемся дышим воздухом поэтому просто можем идти прямо вот и дойти до конца этой аллеи довольно уютное место и конечно для местных жителей просто для любых харьковчан можно сюда приехать видите какая тень елочки здесь жару очень приятно гулять ну а дальше детская площадка у нас харьки полно детских площадок они современные красивые яркие жалко что моем детстве еще было таких горок таких ярких красивых было все проще намного вот но сейчас тут смотрю нет детей там дальше кто-то качается или нет или просто качеля вот возможно потому что снимал видео будний день и ну просто нет детей скажем так потому что мама и папа работает тут два подъема на горку можно по ступенькам можно вот по такой вот как это лесенка что ли подняться короче развивать скорость движения гибкость рук хваткость песочница чьи-то игрушки вероятно просто дети бросают потом можно прийти поиграть как интересно да и не жалко целая гора игрушек ведерки чьи-то качели я бы хотела тоже на них немножко покачаться вот ну а дальше я уже говорила площадка для выгула собак у нас таких тоже много в харькове вот во многих парках вот поэтому это не диковинка и наверное правильно для того чтобы соблюдать санитарные нормы то лучше конечно такие площадки оборудовать вот опять же скажем до мусорка видите все чисто аккуратно убрано никакого запаха никакой грязи в харькове очень даже поддерживается порядок и чистота вот эта площадка там песочек зона выгулу собак но опять же никого нет потому что будний день ну видимо собаки вырыли целый траншеи гляньте как рылись собаки наверное ямы целые то есть собачки здесь гуляют так ну что наверное будем уже нашу прогулку заканчивать вот я хотела просто прогуляться немножко и съесть окружку вот я думаю что опять же ну все жители харькова знают о нашем кафе бусите вот поэтому вам возможно было интересно посмотреть на это кафе все друзья я буду видео заканчивать если было интересно ставьте лайки комментируйте подписывайтесь и будем дальше гулять вместе до скорых встреч до свидания жду вас на моем канале